Соберем портфель первокласснику. Под таким названием в начале августа стартовала благотворительная акция. Ее инициатором выступил территориальный центр социального обслуживания населения города Пинска. Спустя месяц все собранное неравнодушными людьми было передано детям, причем сделать это постарались в праздничной атмосфере. На вручение подарков будущим школьникам побывала наша съемочная группа. Эти беззаботные мальчишки и девчонки 2 сентября в числе 1888 первоклассников города Пинска пойдут в школу. Этого важного события в своей жизни они ожидают с особым трепетом и волнением. Так же, как и родители, которые переживают, каким же будет этот нелегкий, но такой интересный путь к знаниям, как их ребенок сможет адаптироваться к новым непривычным для себя условиям. Помимо волнений, связанных с началом нового учебного года, папы и мамы озабочены и другими хлопотами. Ведь им предстояло приобрести все необходимое к школе. А для некоторых семей, особенно многодетных и неполных, это довольно трудная задача. Постарались помочь ее решить в Пинском территориальном центре социального обслуживания населения, объявив благотворительную акцию. С 1 августа у нас действовала акция «Соберем портфель первокласснику». Откликнулось много желающих помочь. Это и наши жители города неравнодушны. Большое им спасибо, но огромное спасибо спонсорам, люди, которые помогли организовать это мероприятие. Без них вполне возможно, что такого масштаба мы не получили. Речь идет о представителях Беларусьбанка и волонтерской организации с добротой по миру, а также тех, кто перечислял средства и складывал канцелярские принадлежности в специальные коробочки, размещенные в нескольких магазинах города. Наша деятельность, она подразумевает собой сотрудничество с подобными организациями. Это помощь, это поддержка. Тем более накануне такого праздника детского, скажем так, знания, это праздник и для детей, и для взрослых. Накануне этого знаменательного дня мы приняли решение оказать помощь, собрали средства, чтобы подготовить детям подарки в виде канцелярских товаров и всего необходимого в школу. В рамках социального проекта «Благодарю» у нас проходила акция «Поделись». Мы собирали канцтовары для малобеспечных, нуждающихся, одиноких семей, которые воспитывают деток. Территориальному центру мы перечислили тысячу рублей на закупку канцтоваров для наших деток, которые нуждаются в этой помощи. Саму церемонию вручения подарков постарались сделать очень интересной и яркой. А красок ему добавила клоунесса Клякса, которая постоянно откликается на предложение принять участие в благотворительных мероприятиях, подобных этому. Ну как не помочь многодетным семьям или ребятам взрослых, которых я знаю, как уже своих друзей. Правда, не всегда удается найти время, но все же я стараюсь. Вот так общими стараниями получился настоящий детский праздник со всеми присущими ему атрибутами, развлекательной программой, подарками и сладким столом. Будущие школьники наверняка еще долго будут делиться впечатлениями от увиденного, а родители искренне благодарны за невероятные эмоции, полученные их детьми, а также за помощь и поддержку. Очень понравилось, конечно, почаще бы таких праздников, ну, сама даже в шоке была, не рассчитывали, что такое представление. У меня ребенок давно мечтал увидеть клоуна, где-то вот раньше видела на праздниках. Ну вот, ее мечта сбылась. Спасибо большое, конечно, это всегда надо, оно всегда приходится. Ну, очень большое спасибо. Спасибо. Спасибо.